Наша тема — это матрица лидерства или что нужно развивать в себе, чтобы быть эффективным руководителем? — Да, денег где-нибудь взять. — До конца 2016 года заработать очень большую сумму денег. — Это свой личный план? — Нет, это рабочий. — Давайте личный, потому что я сейчас про большие деньги. Давайте, вот кто-нибудь хочет поработать? — Конечно, я хочу. — Выходите. — Тогда мне нужен протагонист, то есть тот, с кем будем работать, а вы тогда будете помогать. Значит, у вас есть какая-то цель? Что сложное для вас сейчас? Смотрите, это сложно. Нужно, но сложно. — Конкретно нужно? — Да, конкретно. — Добиться решения руководства, чтобы он что-то сказал, да или нет. — Хорошо. Пусть будет этот пример. Это важно, да? — Конечно. — Вы на это повлиять можете? — В канате. — Все, отлично. Итак, наша задача – некое решение руководства. Это проблема. Это будет, обычно для продаж, это будет наш сложный клиент. Сложный клиент. Ну, у нас только один герой на роль сложного клиента. Выходите. Обычно можно выбрать. — Нормоко? — Нет, не напротив. Вот именно просто где-то стойте. Вот это сложное решение. Ну, это как бы вот этот решенный комплекс задач. Вот этот руководство сказало вам да. Вот это то, что вам нужно. Где по отношению к вам будет вам комфортно вот сейчас, в этот момент, поставить вот… — Вытянутую руку. — Это вам хотелось бы? — Комфортно. — Хорошо. Где сейчас находится… — Недосягаемый черт. — Вот. Где? Поставьте вот там, где он сейчас находится. — Он не стоит. — Где сейчас? — Может быть еще где-то, может быть? — Нет. Стоит там, где я не могу достать. — А то для вас это расстояние… — Визуально я вашу игрушку понимаю. А тут вот решение мое, которое мне нужно, вот оно. Вот я его могу взять руку. Правильно? — Так, он стоит здесь, да? Для вас он далек? — Далек. — Для вас это далекая категория. То есть иногда люди просят выйти своего сложного клиента за дверь, иногда встать на стул. — Нет-нет, у нас отзывчиво руководить. — А, ну это уже динамика. Вот теперь попросите его, вот он тут стоит, недосягаемый для вас, дать ответ? — Да. — Пусть даст. Попросите его дать вам ответ. — Скажите «да». — Не могу. — Не, вы вообще ничего не делаете. — Скажите «да». — Мне кажется, это не сложная задача для вас. — Конечно нет. — Можно это работать. — А я прошу сложную задачу. — Ну а у нас… — У меня нет сложных задач. Я бы тут не работала, наверное, если бы я не справлялся. — Ну, может, и по жизни сложная задача. Но есть сложные клиенты, например, которые… Их с ними надо работать, но навстречу к ним никак не еду. Там, позвонить боюсь. — Путь решения. — Женская логика, она, знаете, очень безворотливая. — Хитрая. — Давайте сточнем с Сергея. У него задач полно сейчас. Мы ему очень сочувствуем. — Ну давайте доделаем. — Поменяемся. — Нет-нет, ну давайте попробуем доделать. Значит, еще раз попросите его… — Если хочешь сбежать. — Не хочешь… — Нет, я просто не знаю, что мне. Вот ты же не знаешь мою работу. Что мне не сложно. Добиваться от людей то, чего мне. Я добиваюсь, научусь от людей. — Ну вот так, он недосягаемый. — Еще раз, значит, скажите мне «да». — Скажите мне «да». — Уверенно звучит? — Конечно. Жарко. — Уверенно? Да, мы меняем работу. — Прошу вас. — Есть что-то? Нет, можно здесь стоять. Итак, что сложно сейчас? — Сложно выполнить план. — Выполнить план. Хорошо, вот это план, который нам нужно выполнить. Поставьте этот план куда-нибудь, где вот… вербализуйте место этого плана в вашем голове. — Ну, план должен тогда где-то подальше, вот, к доске. Вот. Вот. Примерно так, да? — Вот примерно вот так. — Ну да, то есть его в принципе видно, но пока вообще не понятно, как он. — Вот. Вот, отлично. Значит, вот что такое реальность. Вот внутри, ментальная. Мне что-то надо, но это так далеко. Теперь попробуйте, ну не знаю, убедить, когда надо что-то купить проще. Убедить меня, что мы этот план, вот я ваш подчиненный. Вот. Ваш план стоит там. Скажите мне, ребята, мы по-любому через три года это все, а через год всех порвем, мы это сделаем. Убедите меня, что это возможно. — А путем, что можно сделать? — Просто скажите мне, ну вот я скажу, вот планерка, 30 секунд у вас. — Подчиненный. — Вам нужно зажечь подчиненных, чтобы мы это сделали. И это же не своими руками. — Понятно, тогда можно сказать, что это сложно, но это достигаемо. — Нет, я конкретный парень, не можно сказать, я перед вами стою. Вот. Что делаем, Сергей? Я все готов. Я готов. — Достигаем план в течение года, обратного пути нет. Вот. Слышите? Достигаем план в течение года, обратного пути нет. То есть всем своим видом я считываю ваш вид, что это невозможно. Почему? Потому что этот план для вас, это спрятанный вот там за перегородкой, ну какой-то недосягаемой целью. И поскольку в голове он находится там, то транслируете вы то же самое мне. Вы никогда не зажгете меня. Вы никогда не вселите в меня уверенность, потому что для вас он за ширмой. А теперь усилием воли. Это нужно научиться делать внутри самого себя лично. Делаем следующее. Идите сюда. Стойте здесь. А вы станете спиной, Наталья. Нет, прямо к лунию. Это ваше прошлое. Вы живете в четырнадцатом году, и ваш план уже давно выполнен. Представьте это. Вы проект. Все закрыто. Она уже ваше прошлое. Это уже ваше. Вы уже заключили с ними все сделки. Вы получили все ответы. Мотивируйте меня сейчас. Ну теперь вот вы там. В голове вы там. А в реальности вы здесь. Сергей, что делаем? Расслабляемся, отдыхаем. В голове вы там. Да. То есть внутренняя ваша реальность такова, что этот план это уже ваше прошлое. На самом деле оно не прошлое. А внутри себя. Ты это пережил уже, что мы выиграли. Да. Конечно, ну естественно. Ну да. Мы выиграли, да. Я даже себе представляю, как мы празднуем победу. Представьте себе. Ваш план это ваше прошлое. Представим. А теперь мы сегодняшний вечер. Вы приходите. Я подчиненный. Сергей, ну что делать дальше? Мы один проект закрыли. Надо что-то начинать. Куда идем? Работаем. Расскажите мне, что наша задача закрыть столько, ну позаботать столько денег к концу года. Убедите меня. Расскажите мне, что делать. Ну и так сложно. Почему? Агрессивность нужна. Уверенность. Давайте еще раз. Попробуйте это пережить. Вот, посмотрите на ваш план. Все. Он уже ваш. Все. Это уже не обсуждается. Теперь вы мне скажите об этом, что мы по-любому это достигнем. Мы по-любому это достигнем. Мы по-любому это достигнем. Это возможно, да? Возможно, абсолютно. 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 Вот. Меняется мимика, меняются жесты, меняется энергетика. Ясно, что я? Ну да. Понятно. Все. Присаживайтесь. Почему? Потому что сейчас мы это вербализовали, но это нужно делать просто самим собой. Если я план зашипну, все. Ну кто? Надо сказать, ребята, я не верю. Ну не верить я и начальству, надо честно сказать. Ну зачем? Надо поверить. Надо увидеть. Конечно, есть еще мудрость. Есть недостигаемые задачи. Но есть чистый страх. Да лучше даже верить в большее и с фанатизмом идти вперед, чем стоять, бояться и буксовать. Где переключатель? Вот здесь. Нет позиции? Есть позиция. Нет позиции? Есть позиция. И что интересно, эта позиция не требует от вас каких-то реальных подтверждений. Это решается на уровне мозгов. Вы можете сами себя настроить. Ну да, это настрой. Это настрой. То есть мы здесь именно не так, ну можем, можем, а это картинка. Это устойчивая картинка в голове. Если она есть, и вы всегда ее можете вербализовать, то у вас есть позиция победителя. Путь достижения этой картинки только один. Представить, что это уже все произошло и все уже… Не путь достижения. Путь наделения себя внутренней силой. То есть пережить это все, как будто это ты уже пережил, и оно у тебя уже есть. Вот ремонт в квартире. Ты пришел голые стены, но ты знаешь, что, например, зеленые обои, белые полы и белые окна, и будет красиво. И ты вот вдохновляешь. Вдохновляешь. И ты уже там на кухне. И ты уже сразу делаешь. А там еще ничего нет. Да. И то есть ты приходишь, и ты вдохновляешь строителей, что они перепутали плитку. А надо вот через одну красиво, чтобы было. И они понимают, что ты не отстанешь. Да. Есть энергия. Я побеждаю до начала боя. До напарка. Наблюдали за Федором Емельяненко. Знаете этого парня? Я наблюдал несколько боев, когда он выигрывал, а потом, когда он проигрывал несколько боев. Ну, он сейчас, кажется, восстановился. Вот первые бои, когда он еще не начал проигрывать, я пару посмотрел. Вот реально в чем фишка? Вот он выходил на бой. И вот он выходил не драться с этими людьми. Он выходил их побить. Это было видно во всем. Вот он выходит их побить. Все, раз, и вот, и пошел. То есть вот, почему? В его голове все уже решено. Опа, раз, пам-пам-пам-пам-пам. Все, почему? И это было видно прямо в глазах. А потом, смотрю, бой он проиграл такому здоровому аргентинцу, что ли? Бразильцу. Он вышел драться с ним. Раз, раз, тюнь-тюнь-тюнь. Тот его передавил массой. Попал не так. Завалил. Было сразу видно в глазах. Вышел драться. Неправильно мотивировал? Не знаю почему, но вот видно было. Вышел, не убить, не убить. Вышел с ним драться. Ну вот посмотрите. Прям было видно, то есть даже все. Ну сразу все, как бы, помню, набросился на этого. Корейца, чемпиона Кореи. Или там, или Япония. А, да, это бой я видела. Шесть секунд. Он мелкий был, но очень активный. Девять секунд он его. То есть он вышел на этот, то есть совершенно нестандартно сделал болевой. Ну а самбисты, самбистам легче в этих смешанных единоборствах. У самбистов большой арсенал, ну работать в партере. А вот с этим вышел драться. Ну и как бы что-то раз может почему-то не в той позиции вышел. Вот прямо видно, видно. Я сейчас занимаюсь тэквондо. И ребята, ну, малыши спаррингуются. Видно, вот у одного есть позиция. Вот он маленький, он лезет прямо. Вот позиция. Упал, встал, там слезы чекут. Даже девчонка, вот видишь этот парень, у девчонки сильнее позиция. Вот видно. А арсенал одинаковый. Когда все стоят, ну отрабатывают базовую технику, ну все уже нормально. У всех там синие пояса там. У кого-то красные. А вот смотришь в бою, разная позиция. Позиция слабая, проигрывает. Конечно, в два раза сильнее человек тебя забьет даже. Ну понятно, а при прочих рамках. А как вы детей мотивируете? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok